И ответив правильно на все пять вопросов четвертого блока, ты получишь сто, мать их, косарей. Я, подсказки у меня есть какие-то? Добрый вечер, уважаемые телерадиослушатели. В эфире передача допроса за бабос и долгожданный герой нашего предыдущего выпуска. Будущий депутат из Бурятии. Влад Нитопалов, Бурят, не депутат. Если ты ответишь правильно на все вопросы, ты получишь сто тысяч рублей. Крутяк. Первые пять вопросов будут простыми. Отвечая на них, ты получаешь тысячу рублей. Второй блок вопросов, тоже по пять, будет чутка посложнее. Ответив на них, ты получаешь три косаря. Третий блок вопросов еще сложнее, чем первые два. Отвечая на них пять вопросов, ты получаешь пятак. И потом идет пул еще более самых сложных вопросов Ты можешь отказаться от этого и забрать пятак Но можешь идти дальше и ответив правильно на все пять вопросов четвертого блока Ты получишь 100, мать их, косарей Я... Подсказки у меня есть какие-то? Во время трех блоков я могу подсказать себе три раза В четвертом блоке, где уже речь идет о 100 косарей, ни одной подсказки Понял Как называется крепость на Зайчьем острове в Петербурге? Петропавловская Крупнейший по площади земной континент? Евразия Браво Какая страна является родиной современного футбола? Англия Какой писатель придумал персонажа по фамилии Чичиков? Чичиков это Павел Мертвые души Мертвые души И Гоголь Гоголь получает, да? Получается Гоголь Пятый вопрос, отвечая на него, ты получаешь 1000 рублей Как называют каждого из 12 учеников Иисуса Христа? Апостол Ну это просто Ну это просто говорит наш из Бурятии Влад Нитопалов 1000 рублей у тебя в копилке Ты можешь забрать эти деньги А можешь продвинуться вперед У тебя еще осталось три подсказки Напоминаю, что эти три подсказки Они действуют только в первых трех раундах Ну то есть до сих пор три подсказки, а не две, правильно? Погнали дальше Спасибо нашему любимому спонсору FL House Это та команда людей Которая строит в Санкт-Петербурге, в Москве, в Ленобласти и Московской области Модульные дома Там работаю я Человеком-видосом работаю я на них И делаю им эту интеграцию И они говорят Женек, а сделай нам интеграцию А мы, участнику, который победителем станет Дадим 100 косарей Я говорю, да конечно Давайте так сделаем Спасибо всем FL House Этим модульным домам, в которых люди живут И жизнью радуются Если ты захочешь купить себе модульный дом Им пишешь и говоришь Я от продюсера От продюсера вам скидка 50 тысяч рублей Продюсер это я А! Федеральной землей какой страны является Бавария? Ты специально так думаешь? Ну Бавария, баварские сосиски Германия Я не понимаю, в чем прикол Ну это же очень простой вопрос Бавария Ну что-то я задумался о другом Подсказка была это или нет? Я не знаю Баварскую сосиску будем считать за подсказку? Ладно, не будем Как расшифровывается буква С в аббревиатуре АЗС? Это которая, ну, автомобильная заправочная станция Станция Какой цвет дал название главному антибольшевистскому движению гражданской войны? Белый Подумай, подумай Есть красная, есть белая Белая Белая? Ты подумал? Я подумал, да Белая Какая война закончилась Ништатским миром в 1721 году? Ништатский мир это война, которая между Швецией и Российской империей была Это северная война, северная война Ты соображаешь На каком континенте расположено государство Того? Ну, это мимо Что? Можно подсказку какую-то Мне нужна подсказка Ты точно не знаешь Я не знаю Ну, может быть Варианты просто Один вариант Того Того? Того Это что-то Бразилия какая-то может быть Там где-то Нет Где-то ближе может быть Уэсли снайпс Я не понял Ладно, 12 лет рабства Африка Африка? Африка Ты потратил одну подсказку У тебя осталось две подсказки Сейчас ты получаешь три косаря Я могу отдать тебе их прямо сейчас Либо мы идем дальше И блок на пять косарей Да пойдем Пойдем дальше Конечно, пойдем Конечно, пойдем Нафига я тебя вообще сюда позвал Дело в том, что Влад Мы списались с ним в Телеграме Я говорю, Влад Ну, короче, твой видос зашел Поэтому надо продолжение банкета Давай книжки почитай Поумничай там еще немножко И снимем с тобой видос Тем более, когда FL House Готов Расщедриться И заплатить сотку Самому умному человеку Погнали Модульные дома Здравствуйте Продюсер Продюсер Не вздумайте покупать этот дом Без скидки от продюсера От меня Третий блок вопросов Ответив на них Влад Нитопалов, не депутат Пока еще бурят Получит пять тысяч рублей У него осталось две подсказки Использую их Они потом не будут работать В четвертом раунде А сейчас третий раунд у нас, да? Две подсказки, третий раунд Да А всего четыре раунда? Окей Кто в 1773 году Возглавил крестьянскую войну В Российской империи? Пугачев? Пугачев? Да, правильно Крупнейшим городом Какой страны Является Сан-Паулу? Что за лицо это было? Я увеличу его крупняком Сан-Паулу? Сейчас с географией беда С географией беда Походу, да Но надо еще подсказку знать Как ты будешь отвечать на четвертый блок вопросов? Ну там подсказок не будет В любом случае Надо их здесь Подсказка Рио-де-Жанейро Бразилия Йо-у-у-у Молодец Нормальная подсказка? Вообще тупая подсказка Ни для кого не секрет Что ютубу скоро будет полный пиздец Но есть, благо, другие соцсети Короче Пишет мне чувак Из соцсети НУМ. Говорит, Евгений, выкладывай у нас видосы, мы будем тебе монетизацию платить. Я говорю, да, конечно, ебтичь, давайте. Он говорит, но надо, чтобы у тебя было 50 подписчиков и 5 часов времени просмотренного материала. Подпишитесь вы в этот НУМ, на мой канал и посмотрите всю ту лабуду, которая там будет. Если они меня замотивируют, я там буду выкидывать эксклюзивный контент, естественно. В описании будет на мою канал, на мою канал ссылка. Будьте любезны, от души вам в душу расцелую, чтобы ляшечка немножечко горела. Говорят, рублей по 500 будут приплачивать, понимаете. На каком факультете учился Родион Раскольников в произведении? Топориком бабушку. Как оно? Ладно, мне не нужно произведение так-то, если честно. Я знаю. Ты не можешь назвать произведение? Ну как оно называется? Топориком бабушку он зарубил. Влад, что с тобой? Из головы вылетело оно сейчас у меня. Кто хоть написал? Ты ловишь? На каких дураках? На каких ловишь? Ты до этого отвечал на вообще вот это вот АЗС у него. Станция. И тут не можешь Достоевского прицепление наказания. Ну кем? Вопрос-то сложный. Третий блок это сложный вопрос. На кого учился Раскольников, Ротик? Не знаешь? Не помню. Подсказка третья. Давай. Как все слабо. Как все слабо. Видать, соточка-то пойдет на выпуск следующий. Друзья. Может там литература это не будет с географией. А ты ответить на это сейчас все. Давай. Подсказка. В общем Мэйсон из Санта-Барбары. Санта-Барбара не смотрел. Нет. Мэйсона не знаешь. Дьявола. Кто? Адвокат. Да. Все. Ну на кого? На адвоката. Адвоката? На юриста. На юриста. Я хочу, чтобы он дошел до сотки. Пускай еще будет подсказка. А здесь-то вопросы сложные, дружочек. Какой библейский царь был отцом Соломона? Когда про Соломона говорят, всегда упоминают имя его отца Давида. Последний вопрос в блоке номер три. Ответив на него, ты получаешь пятак. Какой советский писатель, автор романа «Бегущая по волнам»? Ну вот, последняя подсказка мне и нужна, судя по всему, здесь. Я бы с удовольствием подсказал как-нибудь изящно, но я не знаю, что такое «Бегущая по волнам» сам. И этого писателя я не читал. Даже не знаю, где он, откуда, как он. Да? Как вы думаете, стыдно мне? Нет? Мне похуй. Александр Зеленый. Зеленый, Александр. Александр Зеленый. Александр Грин. Александр Грин. В этом блоке три подсказки было у Влада. Пятерка может быть твоей. Но я тебе ее могу отдать прямо сейчас. Либо еще пять сложных, сложных вопросов. Прям сложных. Отвечая на сложные вопросы, сто тысяч, сто тысяч рублей, ребят. Сатыга. Пятерка сгорит, если ты не ответишь. Ну давай, ладно. Герой какого романа 1936 года? Можно заново. Героя какого романа 1936 года зовут Ред Батлер? Ты не знаешь? Вот именно это я знаю. Все? Я не знаю. Все? Я не знаю. Какой Ред Батлер вообще? Вообще, да? Я не вдупляю, что за Ред Батлер. Ой, блин. Ой, блин. Я видимо вообще, ну я не читал, я не знаю, кто такой Ред Батлер. Я-то знаю. У меня мама с бабушкой смотрели этот фильм. Он был как сериал, но на самом деле там две таких очень плотные серии. И потом моя мама купила две книжки. Фильм старый, короче. Действия проходят в гражданскую войну в Америке, когда север с юг кусались. То есть это, получается, было при президенте, которого звали с бакенбардами мужик. А эта история... У меня мама тоже смотрела. Все, я понял. Ну я не знаю, подсказка получается. Золотой век, ты думаешь, да? Нет, это унесенные ветром, скорее всего. Унесенные ветром. Да? Унесенные ветром. Да, у меня тоже бабушка с мамой на теле по этой теме. Да, это пипец, это пипец. А Ред Батлер, ну это клево. И она такая стоит, ягодь буду думать об этом завтра, говорит. Помнишь? Нет. Не помнишь? Не помню. Хрен с ним. Одну подсказку, все. Ну как бы, вот это была единственная подсказка от меня. Ну хочется, чтобы этот видос был. Нет, так не делается. Давай. Будто бы подсказки не было. Окей. Чьей смерти Владимир Одуевский высказался так? Солнце русской поэзии закатилось. Кто такой Владимир Одуевский, ребята? Так стыдно. Шучу, не стыдно вообще. К сожалению, к счастью великому, не знаю. А ты знаешь? Я не знаю, все. Видимо, та подсказка была последней, финальная. Солнце русской поэзии закатилось. Ну просто скажи вариант. Солнце русской поэзии закатилось. Вариант. Кто? Ну кто? Пушкин. 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 Правильно. Пушкин. Хорошо. Ну, браво. Осталось три вопроса из 100 тысяч рублей, может быть, сейчас будут у Влада Нетопалова. В каком романе Гюго есть персонаж Гаврош? Да это реально какие-то дурацкие упороны. Нет, я... Все. Это сложно. Я не знаю. Я сначала посмотрел кино, это был мюзикл, там снимается Эн Хатуэй и Росомаха. Кто сейчас? Хью Джекман. Хью Джекман, да. Хью Джекман ты не смотрел? Нет, ну Дэдпула последнего второго. Как ты думаешь, Эн Хатуэй, Гюго, мюзикл, Хью Джекман, и это был фильм, а это Гюго? Не знаешь. Ну, не знаешь тогда. Все тогда получается. Сотяна не будет получается. Сотяна не будет. Ну, получается, что так. Ну, сгорелые пятеры получается. Это фильм, это никакой фильм, это отверженные произведения. Я не знаю такого. У тебя осталось два вопроса, 100 тысяч рублей не будет. Давай, если ты на них сейчас отвечешь, на пятерку я тебе дам. Давай. Даже если с подсказками. Ну, как бы я считаю, что пятерку ты все равно заслужил, как бы там ни было, какие бы правила бы не были, правила придумываю я. Они могут меняться ежесекундно, поэтому давай добьем эту тему. Сотыги не будет, ребята, в этом выпуске. Хотя бы на интерес был. Если вы умные люди и тупые сейчас не канают. Тупых я могу снимать, как добрый день, просто ходя по любым улицам, городам и селам, и все будет вот так вот всегда. Раньше контент с ребятами, которые были глупенькие, как и я, приветствовался. Сейчас хотя бы пускай будет один тупой среди двоих, это будет ведущий. Второй должен быть умный. Подписывайтесь в мою телегу. И только умненькие, только умненькие я буду вас ждать. Надеюсь, акция со 100 тысячью рублями, она продолжится и будет и в следующем выпуске. Потому что сейчас Влад не уиграл. Но пятерка может быть. В какой стране находится город Бакара, известный хрустальными изделиями? Я в детстве во Франции был, это во Франции. Блин, ты представляешь, это Франция. Если ты сейчас отвечаешь на пятый вопрос, я просто похудею. И эти вот отверженные Гюго, просто книжку найдем, сожжем, разорвем ее, к чертовой матери. Давай. Гибрид быка с каким животным называют бифало? С буйволом. Еще. С веприм. Кто это, блядь? Не. Бифало. Би. З. А, бизон. 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 Привет. Привет. Привет и всем. Привет и маме, привет и папе. Привет и одногруппникам прошлым. Привет и всем в комментариях, кто болел, кто писал все положительное, кто писал все негативное. Тоже вам привет. Всем привет. Хорошо. Подержи. Держу. Вот тебе пятерочка. Ты молодец. Держи, пожалуйста. Еще раз повторюсь, для тех фанатов, которые очень любят эту передачу, а еще больше любят просто меня, ну думаю, да к черту, передача-то понятно, любой дурак может вести передачу, но вот так вести передачу, как Женек, конечно, это браво. Ой, какое же это браво, как ведет Женек эту передачу. Для тех мой телеграмм. Ну и, конечно, для корыстных умных сволочей, которые хотели бы также поучаствовать в этой передаче, тоже мой телеграмм вам, тоже мой. Но если вы будете в моем телеграмме видеть что-то такое, прям, нафига он это выкладывает? Так это же мой телеграмм, ебтич. Сотка переходит на следующий выпуск. Будем искать умнейших людей из вас. Если видос с тобой еще раз зайдет, то мы пригласим тебя и устроим батл между другим, каким-нибудь очень умным человеком, который придет на эту передачу. Тоже за сатен? Да, за сатен. Пока сатен. Ну дают. Пока и фельхаус дает сатен. Модульные дома. Все, до свидания. Всем обязательно мира большого во всем мире. Обязательно, ребят. Давайте жить, как говорится, дружно, радостно, жизнью веселиться, как говорится, так и говорится. Поэтому всем вот такой вот пис обязательно. Вот такой есть пис. Это глаз в гнездо называется такая штучка. В описании вся информация по поводу и модульных домов, и моего телеграмма. Все там есть. Если вам нужен телеграмм Влада Топалова, хочешь что-то? Нет, не надо. Не надо. Ни-на-до. До свидания всем. Пятерка, брата, нахуй. Давай. Подпишитесь вы в этот нум, на мой канал, и посмотрите всю ту лабуду, которая там будет. В описании будет на мою канал, на мою канал ссылка. Будьте любезны, от души вам в душу расцелую, чтобы ляшечка немножечко горела.